В Таганроге снова обсудили план развития Пушкинской набережной. 17 февраля в библиотеке имени Чехова состоялась встреча по этому вопросу. В ней приняли участие члены экспертной группы, куда вошли глава администрации Таганрога Михаил Солоницын, представители Законодательного собрания Ростовской области, специалисты по направлениям архитектура, озеленение, краеведение, история, туризм, а также представители администрации города и региональные эксперты. Их правки и предложения будут использованы в дальнейшей работе над мастер-планом реконструкции набережной. Ну, в принципе, мастер-план, он и создан для того, чтобы убрать городские конфликты. Именно в момент обсуждения по Шагово, привлечением всех заинтересованных лиц, снимаются на этом мероприятии, вот как раз, как сейчас будет проходить, вы все это сами увидите, и снимается огромное количество конфликтов, потому что предложения со стороны населения, со стороны экспертного сообщества, и сразу же принимаются какие-то такие моменты, которые уравнивают те или иные спорные вопросы. Поэтому у нас уже мастер-план прошел несколько этапов. Это два анализа. Это социокультурный анализ, градостроительный анализ. Прошли мы обсуждения с населением, и сегодня мы пригласили экспертное сообщество архитекторов, всех заинтересованных, специалистов с разных отраслей, гендрологов, градостроителей. И сегодня будем обсуждать уже с экспертным сообществом уже первый этап плана. Уже сегодня начинают вырисовываться первые наброски будущей обновленной Пушкинской набережной. Участники экспертной встречи обсудили вопросы озеленения, берегоукрепления, а также новые сценарии использования набережной. Кстати, свои предложения в реализацию этого проекта вносят и простые таганрожцы. Для таких активных граждан есть возможность задать свои вопросы через электронную почту администрации города или высказать свое мнение на официальных страницах администрации во всех соцсетях. Пожалуй, самая большая проблема, с которой столкнулись разработчики мастер-плана, это территория Тагарокского яхт-клуба, которая оказалась закрыта из-за спортивной школы Олимпийского резерва. Как сделать, чтобы и спортсмены остались на своем месте, но и таганрожцы, и гости города снова получили доступ к зданию яхт-клуба, которое, не стоит забывать, является объектом культурного наследия. Обсуждение этого вопроса происходит сегодня на самых разных уровнях и есть надежда, что верное решение, удовлетворяющее все стороны, будет найдено. Точно так же мы включаем в обсуждение и саму школу, мы их тоже мнение выслушиваем. Поэтому, да, сегодня есть там определенные споры, но уже эти споры, они выходят на финишную перейму.